Механизм приостановки безвизового режима с третьими странами и его предоставление Украине и Грузии европейские депутаты могут рассмотреть до конца года. Об этом сообщает ряд источников. По их информации, уже 7 декабря послы ЕС встретятся, чтобы обсудить эти вопросы. Есть факты, указывающие на то, что они будут согласованы. В этот день обсудят предоставление безвизового режима третьим странам между представителями Совета ЕС, Европарламента и Еврокомиссии. После этого результаты обсуждения направят на рассмотрение законодательного органа ЕС. Украина и Польша подписали соглашение об углублении сотрудничества в оборонной сфере. Документ предполагает совместную работу в оборонной политике и научно-исследовательских работах для нужд армии в разработке, модернизации, изготовлении и поставках военной техники в оборонной промышленности. Кроме того, президенты Украины и Польши призвали Евросоюз пересмотреть решение, которое позволяет российскому «Газпрому» увеличить поставки газа в Европу в обход Украины. Речь идет о газопроводе, о палке, который, по словам Петра Порошенко и Анджея Дуды, несет угрозу для стран Центральной и Восточной Европы. Также это окажет негативное влияние на создание энергетического союза в Европе. Его цель – сокращение зависимости от поставок российского газа, диверсификация источников и маршрутов поставки голубого топлива. В будущем году в Украине должно стартовать производство качественных тракторов для сельского хозяйства и других отраслей. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на встрече с представителями украинского и иностранного бизнеса. «Сьогодні розробляється в Украине трактор. Я думаю, що в наступному році буде якісний конкурентний трактор, який можем використовувати десятками тисяч одиниц в сельско-господарській деятельності. Це буде означати, що машина будування починається відновлення, ми створюємо додану вартість, ми створюємо нові робочі місця. Це говорить про те, що ми будемо підшвидшувати економічне зростання». «Индійці племени Кондо провели траурный ритуал на стадионе «Арена Кондо» в бразильском городе Шапека. Именно здесь тренировалась футбольная команда шапекаэнса. 28 ноября большая её часть, включая капитана и весь тренерский состав, погибла в авиакатастрофе в Колумбии. «Наша община в трауре вместе со всей Бразилией. Для нас это время скорби и время потерь, время печали. Мы пришли сюда выразить солидарность и поделиться нашим боевым духом». Футболисты летели в колумбийский город Меделин на первый финальный матч Южноамериканского кубка. Игра должна была стать для них исторической. Но самолёт разбился в горах, не долетев до Меделина около 20 километров. На борту было 77 человек. Помимо футболистов и членов экипажа, сопровождающих персонал и журналисты. Шесть человек остались живых, среди них трое футболистов. Бразильцы продолжают нести на стадион святые свечи. А возле него разбили палатки самые преданные болельщики команды. «Для нас это не мелочи. Для нас, нашей команды, наших игроков, наших вечных чемпионов – это большая потеря. Мы здесь, чтобы поддержать их». Наиболее вероятная причина авиакатастрофы – у самолёта просто закончилось топливо. Злополучный рейс был чартерным и направлялся из Боливии. Её власть уже приостановило лицензию небольшой авиакомпании «Ламия Боливия», к которой принадлежал самолёт.